Ну что, здравствуйте, мои дорогие, любимые, самые замечательные слушатели подкаста. И, конечно же, сегодняшний подкаст я хочу начать с огромного привета и большой любви для тех, кто сейчас со мной участвует в марафоне «Я голодаю на желания» вместе с Юлией Ходорцевой. Для тех, кто не знает, мы вступили на этой неделе в 16-недельный марафон, где мы загадываем желания, и на эти желания мы выбираем один день в неделю, где мы голодаем. Поэтому всех люблю, всем передаю любовь, и то, что мы с вами создаём, это мощнейший поток энергии, который крутится между нами. Сегодня в нашем части уже более 300 человек, то есть, если, представляете, одновременно 300 человек запускают свою энергию на исполнение желаний, то наверняка все желания будут исполнены. Я вам желаю лёгких голодных дней, так смешно звучит, лёгких голодных дней. Они действительно будут лёгкими. Я вам желаю исполнения всех ваших намеченных целей и передаю вам огромную любовь. Ваша Юлия Ходорцева. Ну и если переходить к нашему подкасту, то сегодняшний свой подкаст я решила записать вот на какую тему. Тема ответственности, безответственности и гиперответственности. Хочу сегодня с вами порассуждать на эту тему, и на самом деле вдохновила меня одна из моих учениц, девочка, которой мы недавно делали расстановку, она наверняка слушает сейчас этот подкаст, и я передаю тебе огромный привет и благодарность за вдохновение записать этот подкаст. Всех люблю, всем передаю любовь. Итак, полетели ответственность, безответственность и гиперответственность. Итак, что же такое вот эта вот ответственность, безответственность и гиперответственность? В наш век, когда все говорят, я в первую очередь на самом деле говорю, займи взрослую позицию, возьми ответственность за всё происходящее в твоей жизни, ты за всё отвечаешь, у нас действительно возникает уже такой кризис. Что бы ни происходило, я за всё отвечаю. И извините, ко мне приходят люди, и грубые слова будут опять говорить, и срут мне уже на мою голову, а я всё стою, улыбаясь и говорю, здравствуйте, у меня всё прекрасно. И то, что они срут на мою голову, это полностью моя ответственность. Что со мной не так? Что со мной не так? Мы задаём себе раз за разом вопросы, говорим, как же я это могла создать, да, и прочее. Вот всё-таки сегодня я хочу немного об этом поговорить, потому что каждый раз, когда ты начинаешь во всём винить, обвинять себя и искать косяки в себе, ты часто берёшь ответственность за других людей на себя. И сегодня у меня была расстановка, мы делали расстановку, и что я увидела? Я там увидела то, что люди, когда берут ответственность за всё другое вокруг, они запихивают в себя Бога. Тебе важно понять, что ты не Бог. Ты не можешь нести ответственность за других людей, ты не можешь нести ответственность за деньги, ты не можешь нести ответственность за, в конце концов, даже до конца свою жизнь. Поймите это. Прекратите всё контролировать, истерить, и нести за всё ответственность. Единственное, за что вы должны отвечать, это действительно ваша жизнь, и то, вы должны за это отвечать в рамках того, как я могу подстраиваться под то, что мне дает мир, как я могу брать у мира то, что он мне дает. Тогда не ты Бог, который управляет миром, а ты человек, который живет в канале, который создал Бог. Вот с этого я хочу начать. И продолжая, давайте пообсуждаем, что же это такое? Ответственность, гиперответственность или адекватная безответственность? Итак, вообще откуда берется вот эта вот гиперответственность и какие причины ее возникновения? И вы мне сами сейчас можете сказать, Юля, что за бред ты несешь? Разве плохо быть человеком, который отвечает за свои поступки и слова? Я вот здесь не против. Конечно, это круто, отвечать за свои поступки и слова. Но ответственность – это показатель истинной, а не паспортной взрослости. Это про то, когда ты… Вот мы сейчас попозже поговорим с вами, почему мы часто берем на себя лишнюю ответственность, потому что, опять же, это все идет из детства. И тогда на ребенка нагружают кучу ответственности, да, и ты вырастаешь, и ты тоже находишься в этой гиперответственности. Так вот важно, чтобы ты находился в ответственности не в паспортной, понимаете, а в реальной. То есть это про то, когда сказал, выполнил. Человек, который находится в адекватной ответственности, он надежен, он спокоен, он всегда все делает вовремя, он может подставить другим плечо, он лучше там, не знаю, не доспит лишний час, но не подведет никого вокруг, понимаете. Вот когда у тебя эта гиперответственность, тогда ты очень удобен для других, потому что ты находишься в этом обостренном чувстве ответственности. Ты там легла в 2 часа ночи, потому что стирала за всеми людьми в твоем доме, не знаю, белье, мыла за всеми посуду и встала в 6 утра, чтобы всем завтрак приготовить. Ты идешь на рынок, купишь продуктов, сходишь в магазин, посидишь с племянницей, с братиком, с сестричкой. У тебя потому что ответственность за все это, да? А если ты еще очень классный, отличаешься вот этим большой возможностью все это терпеть, что нас заставляли в принципе делать в детстве, то ты вообще для окружающих одно удовольствие. И вот они тебе срут на голову, а ты идешь, моешь и говоришь, как я это создала, я буду терпеть, но если им так лучше, я буду замечательной и терпеливой, понимаете. И когда такой человек в нашем есть пространстве, вот прям с ним очень комфортненько. С ним вообще можно не беспокоиться за то, что произойдет в мире. Все будет с ними на высоте, потому что вот эта гиперответственность, она очень четко, как бы скажем, мотивирует этого человека. Короче, если вы такие люди есть и вам нужен работодатель, приходите ко мне, будете все выполнять. Я шучу. Я шучу. На самом деле, если вы придете ко мне, я точно вас переучу так работать, потому что вы помните, да, что вы должны всегда выбирать себе. И вот здесь давайте мы обсудим, а как этому человеку, откуда вообще корни растут вот этих всех историй, когда мы в этой гиперответственности за всех вокруг, за свою семью, за своего работодателя, за ту компанию, в которой мы работаем. Я не знаю, даже за соседа Васю, который пьет. Идем его еще лечим. Откуда это все у нас идет? Давайте говорить об этом, начиная с нашего детства, да, вспоминаем наше детство и действительно адекватные, неадекватные. Да любые родители, на самом деле я часто этим очень пользуюсь, потому что очень удобно переложить ответственность на кого-то другого. А на кого мы можем переложить в первую очередь ответственность в своей жизни? Конечно, на тех, кто слабее. А кто слабее? Конечно же, наши дети. Тот, кто энергетически слабее. Поэтому очень важно понимать, что когда-то давно, когда вы были совсем маленькими, ваши родители встроили в вас этот ген суперответственности за всех. Когда родители возложили на вас непосильную ношу отвечать за все. Это, вы знаете, помните, это ты в этом виноват. Это ты в этом виноват. Я же тебе говорила, я же тебе говорила, что так должно быть, а ты в этом виноват и прочее. И я уверена, что вы можете миллионные истории в своей жизни вспомнить, когда люди пытаются переложить ответственность на кого-то другого. И перекладывали эту ответственность, скорее всего, на вас. Поэтому здесь и сейчас прям примите, что вы вообще ни за что не отвечаете. Прикольно? Вот сейчас прям, слушая Юлю Ходарцеву, подкаст ее, поймите очень важную вещь. Вы просто человек. А в мире все создал Бог. И только Бог отвечает за все. У вас есть часть души ваша, которая отвечает за вашу жизнь. И то, по большому счету, вы не можете нести ответственность за землетрясение, которое может завтра произойти. Вы лишь можете нести ответственность за ту часть себя, которая может в этом землетрясении что-то сделать. Ну уж точно, вы не несете никакой ответственности за других людей. Если там кому-то нужно сделать какой-то отчет, это их проблемы. Ваша задача – любить, ценить, уважать себя и быть счастливой. Понимаете? Это очень важно. Потому что очень часто, когда мы из детства это все тащим, у нас, знаете, не видим границ этой ответственности. А когда мы пытаемся прожить за других людей их жизни, мы четко должны быть в ответственности, что это неблагодарное и бесполезное дело. Вы не сможете поднять с дивана и найти высокооплачиваемую работу своему мужу. Вы не сможете то же самое сделать для своего ребенка. Понимаете? Вы не можете помочь своей маме. Вас не может ваша там взрослая дочь выслушать и сделать так, как вы хотите. Понимаете? Вы за это, за все не отвечаете. Поймите, это очень важно. И прекратите это сделать. Вы знаете, я понимаю, что сейчас многим больно, обидно, но поймите, это их жизни. И свои жизни они должны прожить сами, потому что они взрослые. Потому что, когда человек проживает свою жизнь, получает свой опыт, даже если он пьет, даже если он лежит на диване и не зарабатывает деньги, даже если он, я не знаю, прогуливает свою жизнь, это его опыт. И ты не имеешь права вмешиваться в жизни других людей, потому что ты не бог. Вытащи из себя бога. Потому что, знаете, вы приходите ко мне, да, у меня муж такой талантливый, он должен точно получить, там, не знаю, должность начальника отдела, а он лежит и ничего не делает. Как мне повлиять на это? Как мне сделать так, чтобы мой муж стал миллионером? Как мне сделать так, чтобы мой сын наконец женился? Никак, ответ, никак. Ты за это не можешь отвечать. Ты за это никогда не можешь отвечать. Вытащи из себя бога. Понимаешь? Ой, опять я сегодня. Давайте поговорим о том, чем опасна гиперответственность. Когда люди находятся в этой гиперответственности, создается такое впечатление, что они готовы решить все вопросы, и что они могут, ну, за что бы они ни взялись, оно тоже, как бы, будет решено. Но важно понимать, что эти люди обычно находятся в таком истощении и нервах. И почему я не люблю таких людей брать на работу? Я скажу вам так. Люди, находящиеся в стрессе и в ненависти, и в неадекватности, они несут вам такую энергию. Эти люди с гиперответственностью и с неценностью себя. Да, вам часто кажется, что их хорошо использовать в бизнесе, в жизни и прочем. Но вы понимаете, что вокруг вас они создают эту больную энергию, нездоровую энергию. Поэтому вот я, например, как Юля, всегда говорю, приходите ко мне на работу те люди, которые очень себя ценят. Да, те люди, которые отвечают только за свою жизнь, которые не будут там, как сумасшедшие, жертвовать собой ради других. Потому что я против, чтобы люди отказывались от реализации своих интересов и потребностей. Потому что когда вы хотите иметь ответственность за других людей, вы забываете про свою истинную жизнь. Вы забываете про себя. Поэтому, избавившись от гиперответственности, вы приобретаете истинную ответственность за свою жизнь. И это очень важно сделать. Еще раз, вы не боги. Вы не можете отвечать за других людей. И вот знаете, я вам сейчас приведу свой пример. Когда я веду тренинги, да, у меня очень помогающая профессия. И если я буду в ответственности, что происходит с людьми, которые ко мне приходят, то я эту ответственность с них снимаю. И они тогда приходят, и у них ничего в поле не меняется. Здесь очень важно, когда я нахожусь в ответственности за себя, что я из своей собственной ответственности даю ту информацию, которая есть во мне. И тогда люди в моем же поле находятся в ответственности. Тогда они берут ту информацию. Понимаете? Когда не я их с ложечки пичкаю этой кашей, как мама, да, пичкала. А когда я говорю, вот каша, вот ее много, вот тебе клубника к каше, вот тебе малина каше, вот тебе сметана каше, вот тебе чай, я не знаю, и накрываю им полный стол. И человек в ответственности берет то, что он хочет съесть. Понимаете? А если я впихиваю это все насильно, получается, что человек ничего не воспримет. Он ничего не сможет взять. И я вам сейчас рассказываю один из секретов, почему мое поле работает. Первый и самый важный секрет работы моего поля – я не беру ответственность за других людей. Я держу тотальную ответственность за себя, что я дам максимальное количество всего. Это как я накрою максимальный стол. То есть я дам все, что у меня есть. И они придут ко мне в гости условно и возьмут то, что им нужно. То, что им вкусно, то, что им сегодня подойдет. И они придут в ответственности, понимаете? Потому что если я буду впихивать, никто ничего взять не захочет. На самом деле я скоро открою школу, наверное, по расстановкам. И буду учить людей, как... Подолечить людей, как учить людей. Так что вот вам такой лайфхак, особенно если вы работаете в помогающей профессии. И в принципе, если вы живете в жизни, да, не нужно пичкать людей. И опять же, вы часто бегаете и говорите, сейчас я тебя спасу, сейчас я тебя помогу. Опять же, это гиперответственность за других. За собой следи, собой займись, да. И тогда люди сами начнут к тебе приходить, потому что они будут знать, что твой стол накрытся избытком. И твоя ответственность накрыть свой собственный стол с избытком, чтобы люди это смогли есть. И они придут и возьмут то, что им хочется сами в тотальной ответственности. И возьмут максимальное количество. И здесь самым важным переходом будет понять, что испытывать время от времени трудности, даже желание всех послать к черту, это нормально. И я вас даже призываю это сделать. Вот с сегодняшнего дня сказать, я больше не отвечаю за жизни других людей. Прям идите к черту, там, все родственники, мужья, дети. Я отвечаю только за себя, и моя задача быть мне в ресурсе. И даже если люди были близкими, друзьями, они правят поступить по-своему, так, как они хотят. И когда вы их пошлете, они могут пойти, могут высказать вам что-то, а могут говном этим еще продолжать бросаться в вас. Ну, вы здесь, должна быть тотальная ответственность, что это говно на вашей голове вам надоело, и закрывать за ними дверь, и не пускать их туда. Как избавиться от гиперответственности? Когда мы берем ответственность за других людей, мы предполагаем, что они недостаточно умные, недостаточно опытные, они недостаточно мудры, чтобы решать свои проблемы. То есть, опять же, мы идем в эту гордыню и делаем вид, что мы умнее других. Но это может быть только в одном случае. Если человек неполностью дееспособен. Когда бывают недееспособные люди? Ваши дети до трех-четырех лет. В остальных случаях человек активный, взрослый. Прекрати строить из себя Бога. Каждый раз, когда ты хочешь кому-то помочь, подумай, я сейчас опять хочу нарастить свою ценность себя. Мне сейчас важно быть для этого человека ценным. Успокойся, ты ценна и ценен уже здесь, в этой точке. Прекрати спасать своего мужа. Ты и так ценная. Тебе не нужно становиться для него еще ценнее, понимаете? Не взращивайте гордыню. Просто раскройте то, что есть в вас, и начните раздавать это только тогда, когда вас об этом просят. Понимаете? Вот так вот. Кто-то все сказал. Короче, смысл какой? Резюмируя все вышесказанное. Честно, как обычно, я это структурированно все рассказала. Я надеюсь, вам всем все понятно. Смысл какой? Понятие ответственности. Понятие ответственности должно у вас начинаться с того, что я отвечаю только за свою жизнь. И том, в этой жизни участвует что-то большее, и Бог. И я сонастраиваюсь с ним, и я становлюсь Богом самой себе где-то, и живу в ответственности за свою жизнь. Безответственность. Это когда я отношусь безответственно к себе. Просто безответственно к тому, что происходит лично у меня. У меня как у человека. Тогда я говорю, все-все-все, все во всем виноваты, Бог во всем виноват, я ничего не знаю, и тогда я все время на всех наезжаю. Это тоже не наша история. И гиперответственность, то, о чем мы сегодня говорили больше всего. Гиперответственность – это та ситуация, когда я отвечаю за других людей. Отвечаю за все, что происходит вокруг. Я пытаюсь всем помочь. И к чему сегодня я вас призываю в нашей жизни. Я хочу, чтобы вы поняли, что ваша ценность, она никак не зависит от того, что вы сделали для других. Я хочу, чтобы вы сегодня поняли, что вы не Бог и не можете влиять на других людей. Я хочу, чтобы вы поняли, что эти люди могут развиваться сами. И даже если вы работаете в помогающей профессии, не нужно никому причинять добро. Я помогаю, когда ко мне приходят. Вот мои близкие и родные люди, они знают, что я даже, знаете, без запроса вообще никого не лечу. У меня даже бывает, когда запросы приходят, и я вижу, что человек при этом запросе пытается переложить на меня ответственность, я и тогда никого не лечу. Вот кто ко мне часто пишет, я часто говорю, нет, я вам не мама, знаете, я не мама вам. Я говорю, вы можете ко мне прийти в гости, и мой стол всегда для вас накрыт, и у меня всегда для вас есть информация. Но если вы идете без ответственного, это ничего не получится. Расстановка никакая не сработает, если вы ко мне приходите и говорите, ну давай, Юля, сделай что-нибудь. Да не сделаю я ничего, если ты не взял ответственность, понимаете? Ваше поле работает только тогда, когда вы в ответственности. Вот, я люблю вас, благодарю, что вы есть, с вами была ваша Юлия Ходорцева, и вот так. Всего вам хорошего. И вы слушали подкаст о богатстве, ценности себя и престиже. И не забудьте посоветовать наш подкаст кому-то из ваших друзей, кому он бы был полезен. На самом деле у меня тут цель есть, я же тоже иду в голодание по четвергам, и одна из моих целей, чтобы мой подкаст стал номер один в России. Для меня это очень ценно, я бы очень хотела. Сейчас прям думаю, как его переработать, обработать, если у вас есть какие-то айтишники, которые могут там более качественно делать звук, более качественно накладывать музыку. Я буду вам благодарна, если вы кого-то посоветуете. Ну то есть в технике я бы так голос записывала, отправляла, мне это все накладывали, делали очень круто, потому что мне хочется сделать реально мой подкаст номером один, поэтому я прошу вас зайти, поставить оценку моему подкасту. Прямо в самой программе, в которой вы слушаете, в Stitcher или в iTunes, и может быть вам захочется написать отзыв в самой программе. Все, люблю, ценю, очень уважаю себя, и конечно же всех вас, потому что когда вы начинаете любить, ценить, уважать себя, вы начинаете любить, ценить и уважать всех вокруг. Ваша Юлия Ходорцева, передаю вам любовь. Все.